Дорогие друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня мы читаем 15 главу от Матфея. И здесь очень интересный пример, как надо важное от менее важного отличать. Да, я прочитаю, как к Иисусу пришли фарисеи, книжники и задавали ему вопрос. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо они умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете к заповеди Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет». А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, то может и не почитать отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исайя, говоря, приближаются ко мне люди устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим». Иисус различает две вещи. Предание старца и закон Божий или Слово Божие. Предание старца в данном случае – мыть руки перед едой. В Писании говорилось о мытье, и там, что человек оскверняется, допустим, прикасаясь к мертвому. И там сколько времени он осквернен, как ему надо умывать руки, как вести себя. Это в Писании. Но касаясь еды, конкретно ничего не сказано. Это только в преданиях старца. Надо мыть руки. Ну и надо мыть руки. Никто из нас не против, чтобы мыть руки. И Иисус не против, чтобы мыть руки. Но интересно, что люди приходят, которые устранили, так сказать, Слово Божие, заменили преданием человеческим, а обвиняют учеников вот в том, что они не моют руки. И Иисус, конечно, всегда видит сердце. И он видит, с какой целью они пришли. И они пришли как-то, ну Иисус вот показать, ученики твои не так делают, или ты неправильно учишь. И Иисус их ставит на место и говорит. А вот в законе Божьем, не в преданиях старца, а в законе Божьем написано, что почитай отца и мать свою. Не злословь отца. Те, кто злословит отца и мать, смертью думают. Он говорит, вы убрали эту заповедь. И вы говорите такие слова, кто скажет отцу или матери, дар Богу то, чем бы ты пользовался от меня, тот может и не почтить отца. Я думаю, всегда то было по тем временам, но и по сегодняшнее время слова Библии для нас годятся. Почитай отца и мать своего. Особенно все то, что в Новом Завете повторено. В Старом Завете было сказано, Иисус повторяет. И он неоднократно повторяет эту мысль. И мы видим, как он почитал своих родителей, как он почитал свою мать до конца. И так сказать, он считает, что это очень важно, чтобы люди тоже почитали своих родителей. А если они не исполняют этого, то пусть не тыкают пальцем и указывают на других, что другие делают неправильно. Тем более, что здесь речь идет о законе Божьем или там идет о преданиях старцев. Я думаю, что это очень важно. Мы начинали наше собрание в доме престарелых. И 10 лет мы собирались в этом доме. И вот, когда заходили в это здание, сидели старые люди в этих колясках своих с такими печальными, печальными лицами. И многие из них, они хотели бы быть со своими детьми. И, наверное, возможность была. Но их отправили вот в дом престарелых. Дома престарелых в Германии это очень хорошее дело. И есть люди, которым некуда больше пойти. Их принимают там. И слава Богу, что эти дома престарелых есть. Но есть вопросы, когда родители могут быть с детьми. И есть возможность, чтобы они присутствовали здесь. Но их, так сказать, туда отправили. Вот они с такой горестью сидят там. Сидели там. И я часто, когда мы шли с детьми, пели вот этим старичкам, чтобы дети подали им руку. Им так было приятно, что возле них дети, внуки, те, которые могли бы быть их внуками. И это так важно. И я думаю, вот во всех этих ситуациях жизни важно, чтобы мы нашим родителям оказали честь. Да. До конца, до последнего дня. Чтобы мы, так сказать, их любили. Чтобы мы, так сказать, их почитали, как родители. Это так важно. По тем временам эти фарисеи, книжники, они находили для себя какие-то вот решения. И Иисус осуждает их. И говорит, вы отложили закон Божий. Вы устами меня почитаете. В сердце у вас нет любви даже к вашим родителям. И это так важно. Вот так, чтобы каждый себя проверял. Перед тем, как он указывает пальцем на кого-то, вот тот не моет руки. Тот еще что-то не так одевается. Часто из этих одежды в церквях Божьих под осуждение царствует. Люди просто вот видят только внешне. Они заглядывают вовнутрь, в сердце человека. И Иисус же заглядывает в сердце человека. И он в данном случае, когда человек осуждает другого из-за какой-то традиции, из-за деяния, я не знаю из-за чего. То он тогда может так же каждому сказать, а как ты относишься к родителями? А как ты делаешь вот эти дела или другие? Потому что закон Божий большой. Много здесь чего сказано, что нужно исполнять. И перед тем, как другого, так сказать, осуждать, нужно самому все исполнять. Или не осуждать. Да, это так важно. Есть важные вещи, есть менее важные вещи. И вот это удивительный пример, как Иисус его разобрал и показал этим людям. Для вас менее важное, важнее, чем важное. Это неправильно. Спасибо Богу за этот урок. Аминь. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»